Какие наказания за преступления, за убийство, за торговлю наркотиками, на ваш взгляд, привели бы к тому, что таких преступлений стало бы меньше? Никакие не приведут. Слишком большая выгода у людей за продажу наркотиков. Они никогда от этого не откажутся. Это пожизненное. Пожизненное наказание таким лицам за такое тяжкое преступление, чтобы они пока пожизненно сидят, отрабатывали в колониях, совершали какой-то полезный труд, картошку сажали. За какое преступление, пожизненное наказание, на ваш взгляд, в самый раз? Ну, как минимум за убийство. За наркотики? Ну, сложный вопрос. Слишком серьезно, конечно. Кто-то мог и отступиться. Ужесточение наказания за преступления приведет к сокращению преступлений? Ну, например, убийства, торговли наркотиками, краж? Я думаю, нет. Почему? Я думаю, те люди, которые идут на преступление, так и будут идти на преступление. Сейчас тоже есть наказание, но это никого не останавливает. А как вы относитесь к смертной казни? Положительно. Ну, как практика показывает, история показывает при царе Горохе, какие были жестокие казни в отношении к преступникам. Проблема это не решила. Не решила, правильно? Поэтому это, наверное, зависит от психики человека. Кто-то может себя контролировать, кого-то, может, это испугает и приостановит. А кто-то будет идти на пролом. Смертная казнь, на ваш взгляд, возможна? Ну, это крайняя мера. Это крайняя мера, конечно. Нежелательно, но это крайняя мера. По отношению к преступникам, какого рода она могла бы применяться? Понятно, что ее сейчас нет, но могла бы применяться. Ну, я только думаю, что, наверное, за убийство человека, за зверское убийство человека. Вот такие вот, как педофилы, вот я бы их убивала, вот честное слово. Их не надо нам. Потому что это уже извращенные люди, извращенные. Их уже ничего не остановит никогда. В Китае или в Узбекистане. Угон машины, правильно? Если хотите, чтобы машины не угоняли, значит, надо лет 15 дать наказание. Тогда подумают, стоит ли это угонять. Или за изнасилование, например. Правильно, если в высшую меру даем. Он подумает в следующий раз, приставать девкам или нет. Ужесточение наказания может привести к сокращению преступлений? Вы знаете, в какой-то степени может, конечно. Ну, на ваш взгляд, что бы подействовало? Например, за убийство. Какое бы наказание сократило количество убийств? Ну, за убийство, во всяком случае, если не преднамеренное убийство, здесь можно сказать, что меньше наказания. А если преднамеренное убийство, то свыше 15 лет, во всяком случае. Торговля наркотиками? А торговля наркотиками, это вообще, я бы пожизненное дала. Угон автомобиля? Угон автомобиля? Ну, угон автомобиля где-то все равно. Пять лет не менее.